Одна рвет газету Другой залез в трешную коробку И ест ее Удобно? Кот хочет, чтобы я его Марине и Леше отправил Точно-точно хочет Немного не вылазишь, да, Толстопус? Мурзик, блин Новая игрушка капли Пищащая тапочка Ты ее купаешь, что ли? Все, капля, ты ее убила Убила уже тапочку Она уже даже не пищит Немного никакого Типа Немного Карел Пожалуйста, встречайте новое место Киры. Я согласен с тобой. Не новое постоянное место, а вот, наверное, она там теперь кушать будет. Ну, в принципе, удобно ей. Она так-то не стесняется по разным местам лазать. Аккуратно, но лазает. Особенно, когда никто не видит. Могу с уверенностью сказать, что вот все это место, это весь этот угол, начиная вот отсюда, и вот здесь все, это диван, это все ее угол. Она его весь облазала. Хищник наблюдает со стороны. Морзик. Ворону ураган. Девушка, вы небольшой кусок взяли себе? Где стрель-то? На разве? На развес в магазине купили? Меньше вам не дали, да? Ну, ты молодец, конечно, запасливая. Умница. Ладно, ешь. Тише-то оставь хоть немного. Ну что ж, уже первое число. Вчера целый день все врановые, даже капля, которая больше любит курицу, ели сердечки, куриные сердца. Да, это был поистине праздник. Они целый день ели, за весь день они съели полкилограмма этих сердец, чуть меньше. Это было просто обалденно. А сегодня вот у них креветка. Вареная креветка. Панцирь я не счищаю, так как он служит источником кальция. Ну и враны, они очень умные птицы. То, что им не нужно, они кушать, конечно, не будут. Зря я это сказал. Нет, на самом деле, можете не переживать, дамы и господа, все выйдет погадкой. Это отрыгивание лишних кусочков пищи, ненужных, которые не перевариваются у хищных птиц и у падальщиков в том числе. Если сова, например, кушает мышь, правильно, да, то через некоторое время она отрыгивает кусочки шерсти и костей. То же самое происходит у наших варановых. Конечно, с шерстяными животными я их не кормлю, но, тем не менее, они постоянно срыгивают ненужные кусочки. То же самое и будет с креветками. Кира, а что так мало? Иди кушай еще. Ты так с первого раза решила на дудониться? Ну ладно, давай капли дадим. Кстати, это эксклюзив, креветку они ни разу не пробовали. Ну, как-то вот кормлю их разнообразно, а вот до креветки руки не дошли. Скромняшка. Ммм, да еще бы, понравилось. Кира обычно смаковать любит, она откусывает маленькие кусочки мяса от чего-либо, а вот креветку в основном она берет полностью сразу. Смотрите, оп-оп-оп. Что нравится? И я нашел еще одно ваше лакомство. Им очень много всего нравится. Ну, вот что касается воронов, не вороны капли серые, а воронов, они любое мясо очень любят. Ну, конечно, которое им можно. Жирная, типа свинина, баранина не едят. Ну, физически-то бы ели, но я им не даю. Вот так. Рыбу они, кстати, кушают постоянно. Часто. Нежирную рыбку им можно. Не сказал бы, что они очень ее любят, но кормить одним лишь деликатесом, допустим, сердцами, тоже не всегда получается. Есть определенный рацион, а вкусняшки они получают по праздникам. В особенные дни. Вкусно, да, Кира? Ай, вкусняшка. Все, вот уже смакует, уже потихонечку. Еще бы. Извините, друзья, что я тишу не снимаю за трапезой. Он именно вот кушать предпочитает, когда никто не видит. Не то, чтобы я ушел из этой комнаты. Главное, чтобы на него не были направлены глаза. Он это все понимает. И как только на него поворачиваешь голову, взгляд устремляешь, он все, он не ест. Он сразу околдованный, вкопанный и все. Ну, приятного аппетита, Кира. Ну что, еще раз с Новым Годом. Кстати, друзья, вчера-то ночью не получилось полноценно справить его с вороной крышкой, так как она услышала залпы, вы поняли меня, залпы салюта и сразу улетела прятаться. Да что ты говоришь? Ну, капля тоже с удовольствием кушает. По поводу оперения птиц не переживайте. Это вот особенно по капле видно. Я вам скажу, что это. Это отсутствие витамина D. У нас сейчас полярная ночь. Это что это? Это когда два часа только на улице, три, вот так вот светло. Все остальное время темнота. У нее самое идеальное оперение, конечно же, было летом, потому что постоянные прогулки. А ультрафиолетовую лампу я пока что не купил. Поэтому вот вторую зиму она уже, так сказать, выглядит невзрачно. В этом плане не переживайте. Вообще, сейчас сам смотрю такими вот глазами бешеными, потому что я сам люблю морепродукты. Это моя любимая еда. Но еще ни одной креветки не взял из их порции. Ну, не в смысле, что я с ними ем из одного, из одной миски. Просто вороны действительно получают все самое лучшее. Ну, еще мне в этом плане повезло. Я не мясоед. Вообще не мясоед. Рыбу люблю, но люблю мясо птицы. А вот что касаемо что-то более, нет, не нравится. Кушай, кушай, давай за меня, за тишу, за каплю, за голубей. Друзья, кто не понял, некоторые написали почему на новогоднем видео был коксик снова. Это видео было сделано, то есть там, где музыка наложена, где птички летают, конечно же, за пару дней. То есть само поздравление с собаками непосредственно перед самой ночью, перед самым Новым Годом. А то видео чуть раньше. Поэтому еще был коксик. Сейчас его нет. Вот, между прочим, это место. Оно теперь полноправное место Киры. Она любит там сидеть, гулять. Возможно, здесь будет еще один стул стоять. Сейчас попробуем все-таки показать, как Тише будет кушать. Тише, давай не стесняйся. Хоть раз на камеру. Давай, блин, ну креветочка это тема. Давай. Не стесняйся, давай. Я, короче, сел, отвернул глаза, а камеру на клетку. Вот, в принципе, он камера-то не стесняется, но он стесняется глаз. Попробую не смотреть и Тише должен начать кушать. Ну, конечно, произошло то, что я и говорил. Собаку Марту мы не пускаем. Приятного аппетита, Тише. С Новым годом тебе. Желаю тебе в этом году, чтобы ты полностью завоевал Киру. Вы образовали пару. Ну, не надо может нестись. По крайней мере стали друг друга любить, ценить. И все было хорошо. Собаку скулит в другой комнате, потому что если она сюда придет, она будет лезть в клетку к воронам и стараться съесть креветку. Приходится так держать ее там. Ммм, вкусняшка, да? Вкусняшка. Покажи, как ты с ней расправляешься. Покажи, как ты с ней расправляешься. Мне всегда нравились птицы, потому что это прямые потомки динозавров. Это и есть динозавры. Кстати, для меня было открытие. Я динозавров вообще люблю с детства. Ну, в определенном юношестве, в определенном периоде я узнал. Тогда действительно для меня было это открытие. Я всегда думал, что ящерицы, змеи прямые потомки. А вообще-то нет. А именно птицы. Потому что динозавры были именно теплокровными животными. И если вы хотите знать примерное поведение, движение, их окраску, оперение, да и даже звуки, то это все птицы. Это действительно птицы. У кого живут птицы, особенно хищные, я вас поздравляю всей души. У вас динозавры. Вспомните, мини-динозавры. Вспомните фильмы про динозавров. Мой любимый, конечно, парк юрского периода. Я его обожаю. Насколько старое кино сделано качественно. О, готов на эту тему долго говорить. Посмотрите движение, движение динозавров в этих фильмах. Как они отмерены, какие они четкие. Сравните их с птицами. Это все просто одно и то же. Как велосираптор или тираннозавр прижимает жертву куски мяса и выдирает из них плоть. То же самое делают вороны. Абсолютно то же самое. Вот так вот интересно. Надо будет тему посвятить как-то в прямом эфире именно этому. Можно долгое время говорить, рассуждать. Очень интересно даже было бы послушать ваше мнение. Да. Каркуша ты. Раптор маленький наш. Не рви газету. Ну-ка, только что замена была. Что ты? Понравилось тебе? Ты так... Сказал же, что велосираптор? Ты велосираптор. Ну давай еще. Давай велосираптор, давай. Благодарю. Настоящий. Настоящий. Настоящий Раптор. Раптор. Давай еще. Еще. Раптор, давай. Может картинку этого вставить? Раптора, как они кричат. Иди сюда. Иди сюда. Эй, динозавр Иди сюда, иди сюда, давай Это очень хорошее настроение С самого утра Что за 16-битные звуки, а? У кого У кого приставка Sega была в детстве Где меня поймут, там звуки очень похожи Эй, 16-битные, иди сюда Давай, давай Что-то у нас утра вообще сегодня Тебе так креветка понравилась, да? Понравилась креветка? Ты такой динозавр Динозавр Да Уж поговори еще, давай У тебя сегодня настроение вообще классное Давай, поговори Давай Слушай, креветка им вообще понравилась Обалдеть, это что, вот так, да? Нет, она разрывает ей плоть Еще раз с Новым Годом, друзья Надеюсь, он у вас начался вообще отлично Лично меня Доставали конкретно люди Пускающие салюты, петарды Я лег спать рано довольно-таки Сразу после вороны крышки Вот Ну Я теоретически так лег Но заснуть у меня получилось нормально только под утро Благодаря вот этим Ти-ш-пу-ш-ти-ш-пу-ш И Оле-оле-оле-оле-оле С Новым Годом За окном, короче Птицы вообще были бедные Пришлось закупорить окна Закрыть форточки И тут наступила духота И просто жесть Но это во благо птицам Ти-ш-у вообще испугался И Новый Год праздновал там под этой подветкой Я жалко не могу показать Он ходил как пингвинчик То есть нагнул Как максимально припал к земле И как черепах ползал по газете Он не понимал, что происходит ну что такое что такое чё у тебя рожу набита креветками когда я ем я глухонем каплик тебе это не относится да она еще не доела ту просит новую порцию все еще раз новым годом и хороших выходных друзья а вот гульки травоядные наши динозавры тем не менее тоже очень опасны готовы отстаивать свою территорию